В Южном федеральном университете успешно реализуется программа стажировок для кубинских студентов. Первая группа уже проходит обучение в подразделениях ЮФУ в Ростове и в Таганроге. Продлится оно полтора месяца. Какие научные направления интересуют участников проекта «Сострова Свобода» и почему они предпочли донские вузы московским? Подробности у Валерии Кваше. На таких занятиях наравне с преподавателем еще один не менее важный человек – переводчик. Стажировка не для галочки. Путь проделан уж очень большой. Опыт перенимают иностранцы из Кубы. В основном это такие же профессионалы своего дела – профессора и доценты по смежным дисциплинам. А некоторые из них несколько раз в России бывали и даже язык успели подучить. Хосе Франциско Мандиагуда Салер преподает в Университете физической культуры и спортивных наук в Республике Куба. Последний раз в Россию приезжал еще в Ленинград. Тоже по учебе. Сейчас наслаждается красотами южной столицы. Из впечатлений – гостеприимные и улыбчивые ростовчане. Но больше всего интересует, конечно, наука. Зачастую со студентами бакалавриата, магистратуры, аспирантуры мы делаем совместные работы. Пишем диссертации, обмениваемся опытом и знаниями. Это вызывает большой интерес и важность для нас. А важность, потому что различия есть, хоть и небольшие. С удовольствием это просят, смотрят, задают вопросы, как это можно использовать в образовательном процессе. Всего же в Россию приехало 50 стажеров. Они распределены по разным вузам нашей страны. Южный федеральный университет выступил автором и координатором программы стажировки кубинских студентов. Она проводится в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В этом году прибыло 23 кубинских стажеров. В прошлом году их было 13, в этом году 23, потому что востребованность Южного федерального университета в международном образовательном пространстве усиливается, увеличивается. И нас знают на Кубе. Большинство из тех, кто проходит стажировку, Ростов не выбирали. Так распорядились в университете. Дело в том, что некоторые программы обучения есть только у нас. Вот, к примеру, студентка Рачеля Бреульянец занимается исследованием томографических изображений, чтобы впоследствии выявить механизм, по которому можно будет выявлять рак лёгких на ранних стадиях. Я приехала сюда, потому что только здесь осуществляется этот тип исследований. Это незабываемое путешествие. Мне очень понравился Ростов и, конечно же, мне хотелось бы сюда вернуться. В среднем стажировка проходит шесть недель, но адаптируется иностранцы гораздо быстрее. Так что к концу обучения не только богатый опыт и научные работы, но ещё и желание вернуться в этот город ещё раз. Валерия Кваши, Евгений Карев, Вести, Дон.